Поехали! Здравствуйте! Меня зовут Михаил Галушка. Мы являемся одним из авторов статей на Windows Phone 7.0 Также с разработчиком Windows Phone 7.0 Этот доклад будет посвящен большей разработке. Поднимите руки еще раз, кто вообще разрабатывал что-то по телефону. Я забыл. О, много на самом деле. Мы проводили это летом визу-группу в Киеве. Там один человек поднял руку очень аккуратно. Боялся. Врунишка! Ну, там был еще один большой, не боялся. Маленький боялся. Доклад был посвящен системе хранения данных, потому что любое положение взаимодействия с чем-либо, какие-то данные нужно их показывать. Особенно для нас мобильный интернет дорогой и вообще интернета мало. Есть Wi-Fi, поэтому было бы круто, если приложения скачивали данные, потом хранили это в базе и мы в оффлайне могли почитать наши любимые новости. Это было бы круто. Поехали. Я расскажу о том, что у нас было изначально в платформе. Это Windows Phone 7.0. Потом то, что появилось в версии 7.5. Версия 7.5 в октябре-ноябре. Но сейчас они заявляют, что на 99% в устройствах обновление уже приехало. То есть инструменты еще появились до новой версии. Также я расскажу о возможных решениях, которые можно использовать. Переду сравнение самых основных, которые пользуются популярностью. Ну и дальше. Посмотрим. Итак, что у нас есть в Windows Phone 7.1.0.zet Что было и что есть. Переду. Самое простое, это настройки. То есть обычные KeyWorth хранилища. Ключ-взначение. Вопроса вызваны- travт. Обычный словарь. Храни все что угодно. Второе хранилище этоologic иолотый storageote. Те, кто зарабатываетf with CerularLite кто наверное не знает, что это такое. В Windows Phone 7.0.zet приложение есть так называемое изолированное хранилище. доступа к нему больше никого нет. Шарить данные между приложениями таким образом нельзя. Твое приложение имеет доступ только к твоему хранилищу и большему к чему. В общем-то, это есть из лоидов сторож. По целевая мы имеем то же самое. Это перекочевало сюда. А на размеры там есть какие? В общем-то нет. Там закончится место на телефоне, а так нет. Там они какой-то примерный размер писали, что если больше, то лучше будьте аккуратны, потому что поломаться. Вообще за этим вы следите сами. Следующий вариант это внешний веб-сервис. Ну, хранение данных в принципе варят не очень, но весь интернет круто. Для какого-нибудь бэкапа там или многие сейчас читалки взаимодействуют с друбоксом, скайдрайвом. Ну, это круто, удобно. Ну, всякие сторонние решения, которые построены, там, порт из Qlite какой-нибудь, там, еще что-то. Я вкратце расскажу, что это такое. Итак, взаимодействовать торож. читайте. Я останавливаться не буду. Обычные слова. Храним все, что может быть сервизованным. В любой мег положили, он сервизовался дата-контракт с цивилизером, который в цепи используется. И достали все красиво. Это все хранится в изолированном хранилище. Настройки-то просто, там, отдельная какая-то структура. Все лежит там. Как живет вообще само хранилище. Когда приложение устанавливается, выделяется при нем какое-то место. И приложение с этим работает. Да, получаете апдейт приложения. Хранилище остается, все остается. Все данные ваши остались. Если вы удали приложение, в данные средства вбиваются. Все просто. Дальше. Таково просто изолированное хранилище. Обычная файловая система. Файлы, папки, там, любая вложенность. Ну, там какие-то есть у них. Опять же, если вложенность больше какого-то размера, будут тормоза. Понятно, что будет. То есть, у вас есть API. Я покажу. Вот, да, видно, да? Оно, я думаю, подкод не показывает. Видно, да? Мне тоже. Мне тоже. Если вы все получаете доступ через излайд и стольчфайл класснотический, а дальше обычными там стримы, стримрайтеры, стримридеры, все то же самое, что есть на десктопе, все остается. Ну, например, это запись в файл. И чтение файлов. А полностью оно есть на десктоп-версии. Ну, начало будет. На вопросе, какая-то консультация будет падать онлайн? Конечно, мы выложим. Там даже будут примеры. Неожиданный поворот. Я думаю, удастся показать. Потому что он будет не очень хорошо. Да, на самом деле, поэтому не будет. Это системно кримитивно. А там просто готово предложение с движками. Так, дальше. Где же App-сервис? Ну, тут без комментариев. Фантазия любая. То есть мы можем как обычным запросом дергать в Community RSS, получать данные. Так и взаимодействовать с RSS-сервисом через прокси-классы, то есть обычный сервис. Так и использовать API SkyDrive. Есть API Dropbox в библиотеке. Ну, все что угодно. Как называется Azure? Azure. 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 Да, из библиотеки для Windows Azure SDK, для Windows Phone. Они также классно выпускают это и для iPhone и Android. Я всегда читал, что это типа нативный язык для Windows Phone. Ну, то, что нативный, они его пропагандируют как нативный. Ну, на самом деле, как хотите, так и хотите. То есть есть уже сервисов, типа там... То есть в эту презентацию мы его не узнаем? Да, да. Еще такой небольшой вопрос. А вот JSON-овские библиотеки, они тоже доступны? Да. Ну, то есть... Есть JSON.NET, самая популярная. А, ну, то есть не нативные, а... Нативных нет. Нет, просто я знаю, что в .NET 4 есть нативные для парсера. Да, 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 да. Димоскрипт сериалайзер есть такое. Он есть здесь, но есть еще более быстро. Конечно, он написал лучше, чем в интернете на Microsoft. Да. В принципе, любой формат. Так, даже, я думаю, это какой-нибудь протокол от Google. Вот, что ты сделал в диетеку. Я думаю, уже есть. Ну, есть стандартный сериализатор. Да. Там есть JSON, где есть, там есть сериализатор. Ну, то есть. Ну, то есть. Ну, то есть. Ну, то есть. Да. Да. По поводу сторонних решений. Какие еще есть. Большинство из них платные. Библиотеки. Кроме тех, о которых я расскажу. Есть порт SQLite. Ну, SQLite, например, библиотека файловая. Так называемая она. Она достаточно тормозная. Что интересно, все платные библиотеки используют для сравнения с SQLite. Ну, потому что там цифры 10 000 миллисекунд и 100 миллисекунд. Ну, впечатляет. Ну, а потом платить за какой-то, знаете, по 600 баксов за лицензию. Ну, так, нормально. Есть платные библиотеки. Честно говоря, не пользовался. Видел пару демонстраций. Что лучше, что быстрее. Явно это преимущественно увидел. Единственное, что круто, они предлагают сразу для всех, кто фонд. То есть у вас будет и SQLite, и .NET 4, и Windows Phone. То есть вы не заморачивались по поводу того, что это такая платформа, а это другая. У вас API общая. Ну, список презентаций найдете, просто очень интересно посмотрите. Итак, что нам предлагает разработчик чинер? Один из работников компании Intellect. Это Джерс Улифтар, да? Не знаю, Джерс Улифтар. Он разработал библиотеку в Стерлин. Это новый SQLite. Объектная база данных. На основе файлового хребрища. Она предлагает полную поддержку линков. Полностью... Есть поставки индексов. Опять же, она доступна на всех платформах. То есть, с SQLite 4, 5 до D4. Ну, там в D5 будет что-то есть. Опять же, если у нас уже есть готовая модель, то изменить это дозатить не нужно. То есть он сохраняет все подряд. На самом деле, просто цивилизует весь класс, весь объект и подлет к файлу. Ну, как-то хитро свою структуру файл выбирает. Все, слушай. То надо размечать атрибутами? Нет, атрибутами. То есть у вас есть модель описанная, она вообще без ничего. Вы просто в отдельном классе, я покажу демо, там будет код. Даже здесь будет код. Вы просто в отдельном классе опишите, что это, там, называется так, то какие-то поля, там у вас какой-то ключ и какие-то индексы. То есть вообще, он использует обычный стерилизатор, то есть вы можете даже сказать, что это поле мы не стерилизируем. Можно еще вопрос, что такое, ну, там, Tom Stone? Да. Ну, я не в переводе. Ну, вообще, в принципе, в жизни видосом приложения, что я себе представляю. Соответственно, оно запускается, да, это ваунчинг там, ваунчит, дальше оно живет. После этого, как было до ванга, то есть в первой версии, если мы из него выходили, оно в том столе, это захоронение. То есть, влашу у нас, ну, любому говоря. Вы можете предусмотреть, что вы какие-то данные сохраните себе куда-то отдельно, потому что потом, когда это приложение откроет, он ничего не потерял. Ну, вообще, оно захоронивается, там, вся память исчается. Вот. И, после этого, когда человек нажимает, он все положено открывает, оно опять идет ваунч. В Манго появилась еще возможность, так называемого, фаст лаунч. Ну, это очень крутая штука, когда, если ты откроешь приложение быстро, там, раньше, чем в это время, оно задумано, ну, то есть оно не будет запускаться, оно вернется в прежнее состояние. Ну, это удобно, когда... Ну, память не будет перетерта, и если оно увидит, что оно еще в памяти, оно сразу... Да, оно вернется то же самое. Это очень удобно на всех Windows Phone, потому что у нас есть красивые кнопки Windows и поиск. Поиск. Поиск везде всегда открывает бинк. То есть, ты играешь в дружку, проходишь по сайт, начинаешь поиск и получаешь бинк. Ну, тогда, конечно, приятно. Да. Мягко говоря. Поэтому, есть туча запросов о том, что давайте как-то сделаем это по-контекстной. То есть, забот сейчас не имеет вообще никакого доступа к ConnectMod. Просят, чтобы пользователям ее просто закрыть. Это будет чем. Что-то никак нельзя описать. Что наносить, чтобы тач не срабатывало. Ну, очень неудобно. Соответственно, в случае, если вы придете в бинк и венете сразу обратно, приложение даже не потеряет никакого состояния. То есть, оно там попало и встанет, если вы это сделали. И все. Все будет нормально. То есть, все-таки что-то надо реализовывать для захоронения? Для захоронения, вообще-то, если вам какие-то данные, ну, какая-то динамика происходит, и вы что-то можете потерять. В какой-то момент, да. Ну, например, в фоне какая-то обработка идет. Тогда это нужно предусматривать. Если у вас, в принципе, данные вы показали статистические базы, да, или вы скачать уже показали, то вам это очень надо. Оно вам, опять же, поднимет вам тот же ListBox. Вот, я еще раз нажал. Вот. Оно поднимет вам тот же ListBox. Почему? Да. Тоже ListBox с теми же этими. Тут без запросов. На самом деле, захоронение очень, конечно, у себя, вообще, в одном случае сделал это, там, крайнее решение. Не надо так толком не использовать. Что значит, в контексте Стерлинга, он предлагает специальные серии, с которыми будет уметь, ну, просто упрощенять. Чтобы вам не нужно было, там, насколько они системные, они не такие удобные, мы им предоставим свое. Ну, по сути, что такое TomStone, да. Вы можете сохранить какое-то состояние, и те же слова. Ключ-значение, что-то положили, что-то застали. Итак, как работать с этой библиотекой? Ну, вообще, она здесь есть бесплатная, там, дальше ссылочка будет. Ну, там последняя версия, там, 5 июня, больше ничего не было. Ну, в принципе, она уже закончена. Потому что я как-то взял версию не последнюю, ее еще не было. Ну, накатал кучу багов, но, в общем, да, сейчас она достаточно стабильная, проблем с ней не было. Итак, у нас есть приложение. Нам нужно таким образом хранить данные. У нас есть даже нарисованные модели, какие-то классы. Чтобы использовать стерлинг, все, что вам нужно, это на девинг-классе описать, как это все будет выглядеть. То есть мы храним какие-то классы с какими-то атрибутами и с какими-то айдишками. Все. После этого при старте продажения нужно запустить сервис стерлинга, грубо говоря, создать экземпляр базы данных. А потом при деактивации его, грубо говоря, чтобы памятник не использовался. Что-то видно? Ну, соответственно, это пример инициализации. То есть это пример описания базы. Т.е. у нас есть, мы говорим, что мы создаем таблицу для класса Company. Тип у нас, тип primary key.int. Там какие-то индексы можно сделать. Ну, например, индексы. Какой-то список индексов сделать. Мы перечисляем просто все таблицы. И в старте приложения уже эту базу зарегистируем. Он потом под это создал структуру файлов. Ну, специализация обычно выглядит следующим образом. Т.е. у вас есть так называемый Server Engine. Это та штука, через которую происходит вся работа с базой. Вы просто ее активируете и говорите, там, зарегистрируй мою базу данных. Он берет свою базу и возвращает какой-то общий интерфейс. А потом все идет через линк, вы обращаетесь. Красиво. Ну, опять же, в demo будет видно лучше. Там легко. Думаю, нужно будет приближать. Так, что умеет эта база? Ну, загрузка по ключу, как не удивительно. Просто обычный линдзапрос встроен. И линдзапрос через индексы. В чем недостаток? Такая особенность этой базы. То, что не проиндексировано, будет очень тормозительно. Потому что он реально входит в файлы, открывает их, десивилизирует данные. Ну, это все очень тормозительно. Если вы построили индекс, индекс можно делать как одинаково. Он просто контэш строит, там, видит значение. Но все летает. Ну, на все есть, по сути, это резина памяти. А синхронно все получается? Есть трудно вообще. Вся, ну, как бы, постоянная часть работы происходит синхронно. Есть, я говорю, синхронные, типа, сохранить список. Это можно сделать. Вообще весь поиск происходит, ну, в том потоке, который мы выислили. Какой там поток это будет делаться, асинхронный или UE, это уже ваши дела. Ну, например, запросов. Также мы дальше не будем в ходе использовать. Сохранение объекта. Можем сохранить как один объект, так и список. Асинхронно. Он вывернет обычный background worker, с которым все знают, как пользоваться. Мы ведь выйдем, а он еще будет жрать батарею. Нет, на самом деле, при выходе из приложения, если вы выходите из приложения, ему там дают какое-то время для того, чтобы у нас сохранилось состояние. Если это время не отработало приложение, то это все хрохается. То есть мы что-то написали, что-то сделали, работаем успело. Да, ничего не было. Открыли и база хривая, но еще и упали. Но все в ваших руках. На самом деле. Это нужно предусматривать. Я понимаю все, конечно. Можно хотя бы какие-то основные тезисы, чем вот это решение лучше стандартное? Какое стандартное? Ну, на самом деле, когда не было обновление Манго, данного решения не было. Ну, дырик из этих файлов. Ну, сейчас, по-моему, у всех представить Манго. Не, ну хорошо. Так а что стандартное? Я так понял, стандартное это исполнено. Да, это обычная компакт-эдишн обрезанная. Обрезанная сферсервер. Именно вот это решение. Это решение, ну, на данный момент. На самом деле, если простоя структура данных, и у вас некакая жесткая синхронность, то есть поругать библиотеки, потому что она работает с файлами. И где-то вы можете там, понятно, что ошибиться, и работа с файлами синхронной это достаточно сложная штука. Вот, вот. Поэтому, если у вас что-то достаточно простое, то есть ее можно использовать, потому что она требует и минимум настроек, вам нужно там делать маппинги и менять модель. что самое главное. Для некоторых почему-то это является основной ключевой вопрос. Ну, лично я во всех проектах, которые на Манго, использую только стандартные решения SQL-компакт-эдишн. Потому что эта библиотека, я от нее отошел, мне больше нравится стандартные решения, потому что она работает, она быстро, он всех устраивает. Вот, а с этого надо работать. Я рассказывал, какие решения вообще есть, которые какие-то. На самом деле, многие сейчас это используют, ну, большинство используют вообще просто файлы. И у меня заворачиваются базы, у них есть там список каких-то ивентов, они положили файл, достали и забыли. Больше ничего. Это подойдет для... Асинхронный вызов одного этого же файла, если какой-то заграунд их делал. Это же все можно учитывать. Да, да, это реально проблема. Ну, вообще, по сути, проблема со всем хранилищем, это асинхронность сразу очень неприятная жизнь. Ну, на самом деле, можно постараться и с стандартным решением сервера можно что-то поломать. Нет, у меня получается всегда это сделать. Я думал, что это невозможно, но, на самом деле, очень просто. Удаление, сохранение. Все просто. Удалим. Так. Есть огромность бэкапа базы данных. Ну, по сути, база данных — это набор файлов и бам. Он возвращает просто какой-то... Ну, вы подаете ему просто поток, там, куда писать. Он вообще-то бэкапит, вы сохраняете это в свое же хранилище. Ну, это дома делать перед каким-нибудь апдреем. То есть, если у вас приезжает новая версия приложения, а структура данных у вас не умерла. Это часто бывает. Лучше всего ее забэкапить и попытаться обмирить. Стоп, а теперь другой вопрос. Как делать именно миграцию, а не просто забэкапить? Да. Миграция в день на сперлинги — это проблема, потому что она... Все. Выглас. По-настоящему, в странах решения тоже не очень хорошо. Самая простая миграция — это убить все и за нас все седать. Это удовольствие. У нас есть две базы данных. Нужно приставить наложение и определить, что есть старая база и новая база, перелить и старая в новую. Ну, типа не идеально. Работает не идеально, да? Да. Да, да, да. Реально очень опасная штука. Я даже видел там пару монстров, которые пытались написать какие-то обертки, но, опять же, для них надо их пользоваться. Миграция — это, на случай, это сложно. Ну, вообще, при всей практике, если мы используем стивилизацию для хранения данных, то миграция, ну, изменение схемы — это очень тяжело. Как это знать? Так, теперь это плохого в хорошем. Ну, собственно, что еще уметь стилинг? Уметь там как-то правильно работать с имплутонами. То есть, он реально возвращает в себя один тот же объект. Есть псевдотранзакции. Ну, смешная штука. То есть, выполняешь для своего спокойствия просто. Я так видел, ну, честно говоря, использовать смешно. Вариант есть триггеры, интерцепторы. Понятно, что тренер, как и база данных, можно лишиться на какое-то событие. Интерцепторы просто в процессе сохранения и загрузки объекта можно подвязываться, делать свои операции. Как это логировано? Ну, конечно, что еще. Да. Да. Давайте дать демо все в конце. Ну, я почему? Да, давай. Так. Что у нас появляется марка? Это Nessoscape Server Compact Edition 3.5, немножко измененный. Что мы имеем? Реально, база это один файл, хранится в заверанном хранилище. С помощью link-to-sql вы обращаетесь с этой базой. Ну, и у вас там есть полный линк, там нет положения. А физически это один файл? Да, SD-файл обычный. Ну, SD-файл, SD-файл. Что мы имеем? Ну, как вы сказали, это Sql Impact Edition. Здесь есть механизм миграции, то есть обновление схем. Более-менее удобно, насколько это было возможно сделать для них. Индексы, безусловно. Все есть. Есть на среду подходов. То есть, есть вариант подходов, когда мы рисуем сначала классы, а потом создаем базу данных. Либо вариант, когда мы рисуем схему базы, а потом создаем классы. Ну, на Microsoft-клубе, да, у нас там есть вариант, то есть ребята весь туда-обратно. Есть еще вариант Model First, это как было в Entity Framework, оно и сейчас есть. То есть, мы в дизайне рисуем наши классы, потом получаем файл, из этого файла убивают треть, которая несовместима с инфоном, и копируем файл сюда. Ну, некоторые любят, я, честно, один нас про него вообще не упомянул, кто-то сказал, а какое есть. Ну, а кто этим пользуется, я не знаю. Ну, те, кому нравится там что-то рисовать визуально, ну, пожалуйста. Есть вариант, когда база будет в придуманном режиме, при этом скорость запроса повышается, соответственно, плюс мы эту же базу можем привести прямо в приложение. То есть, как, например, я делал. У нас есть простой примет, там какая-нибудь там конструкция Украины. Можно, например, не хранить там в файле, а можно хранить там в базе. То есть, вы можете прямо в приложении вложить файл, который будет там контентом, ну, то есть, превесить прямо с этим. Открыть его и перегнать данные куда вам нужно. Ну, так, например, удобно у вас, например, есть в приложении с базой компании. У вас на сервере уже есть там база из 5000 компаний. И реально при первом старте грузить все 5000 будет очень плохо. А так, когда загрузить их в базу, потом приложение встанет, победит и перепишет из базы к себе. То есть, из редонной базы к себе нормальную базу все 5000. Это сэкономит пользователю время. Как эта функция называется? Редонный режим. Я потом покажу, как это используется. Вопрос. А можно как-то базу перевести в редон или оплату? Нет. Я переправлю. Вот, если база лежит непосредственно... Сейчас. Если база лежит в файле приложения, она только редонная. Если она лежит в зеленом хранилище, можно подключиться к ней в режиме редон. Без вопросов. Это можно сделать. Просто тот файл, который реально приезжает в приложении, ну, можно вложить как ресурс, вот, например, картинку мы вкладываем. Только редонный. А если сравнивать просто, что производительства разваляется одна подражка обычная, одна лежит на редонлее созданной. А если, ну, брать их чисто на выбор нормальных объемов данных, разница будет между редонлей? Да. Потому что в редонле, там можно отключить снижение за состоянием объекта. Ну, соответственно, он работает быстрее. Ну, соответственно, максимальный размер базы пишут там 12 гигабайт. Не знаю. Начина постараться. Ну, мобильное приложение. Если мы рассматриваем подход к CodeFirst, то есть мы сначала рисуем нашу модель, существуем класс с маппингом. А потом приставим приложение, просто проверяем наличие базы, указываем, что мы работаем с из-за лейтен сториджем, не ничем. И создаем базу. Вариант database first, это когда мы как-то нарисовали схему базы. Ну, то есть мы можем, например, 10 утилит для студии, которые позволяют эту базу открыть. Ну, какой-нибудь там дизайнер. Ну, как Матерсофт любит, они выпустили Compact Edition 4.0, а менеджерную студию в 1008 его не поддерживают. Ну, потому что неудобно. Ну, так и говорил. То есть здесь мы рисовали схему базы данных, потом взяли утилиту либо из SDK, либо стороннюю инакодоплексию. Ну, она просто, то есть если SDK это реально командная строка, обычно, когда идут заботчики, это не очень для того, что. То вот это интерфейс обычный. То есть он просто по схеме заедет модель. Дальше мы используем ее значение. Итак, что умеет вообще, как вообще работать с этой базой? Представьте, наложение мы ее инсталлизировали. Вся работа производится через, так называемый, дата-контекст. То есть это тот дип-контекст, который мы объявили и наследовали от базового. Такой себе видный топ-ворк. Он сделан таким образом, чтобы было дешево создавать и убивать сразу. Нужно держать один глобальный. Можете в каждом потоке открывать слой и писать. И не заворачиваться по поводу того, что... Ну, а синхронность. Синхронность, это у вас не интересует. Руберка данных. А любые преддикаторы. По индексу. Ну, в данном случае, индексы вообще не используются, потому что это, по сути, лайки. Ну, то есть, какой-нибудь индексы задите по форинге. Будете искать. Будет лучше. Так, выборка. Вставка записей. Понятно? То есть мы просто, по сути, видны-то ворк, передаем объект, который сохранить. А потом, после всех операций, вызываем Submit Changes. И все это одним пакетом уходит в базу. Удаление и обновление. Ну, удаление вот таким образом, что вам нужно из дата-контекста взять объект, обновить его, а потом найти дата-контекстом сохранить. Иначе он не видит просто изменений. Ну, он снова следит в этом дата-контексте. Удаление схемы, то есть миграция. Что они сделают? Значит, у нас есть возможность создать экземпляр дтбс-схем ардейта. Ту, кто-то там отличает за ардейт. А потом получить версию схемы. Ну, пусть нумеруете ее как хотите. Ну, соответственно, проверяем, если у нас версия равна 2, или меньше 2, то мы там добавляем какое-то поле. Реально этим пользователям вообще неудобно. Ну, лучших решений нет. Но, вам советую, если у вас не очень несколько версий, храните реально урожение всех версий. Чтобы протестировать апдейт с каждой на каждую. Ну, инкрементальная. Да, инкрементальная. На самом деле, бывают тысячи затыков. Я даже вижу такие вот посты по поводу того, как я руханулся. Ну, вроде как элементарная штука, но ты про нее забываешь. Вот еще вопрос. У тебя написано at table. Как насчет там alter table, delete column, alter table? Есть. At column есть, а delete column нет. Делит нет, понятно. Кстати, добавлю. Ну, если что, SQLite, который в андроиде, он тоже alter нету. Нету? Нету. И это, что рекомендуют? Грох тоже. Создавайте новую, грохайте старую. Ну, там, переписывайте, грохайте. Ну, в общем, костыли пока что еще те. Ну, кстати, вот крутые приложения, которые, например, есть там для хранения каких-нибудь паролей, карточек. Ну, по сути, вбивайте свои сигурные данные. Ну, как план класс. Потом ставите мастерки, да, и потом открываете. Есть классные приложения, которые для обновления все убивают. Ну, это время классно. Ну, я вам пин-кода впишу, а я вам пин-кода уже не. А она уехала с обновлением. Ну, ладно. Я ее вопрос задаю. Поэтому, если вы хотите данные все-таки, которые для пользователя важны, будут задуматься, ну, стоит быть аккуратным со схемой. Если мы работаем с базой в режиме RedOnly, то есть у нас реально база, можно, конечно, с ним не указать, откуда мы берем файл базы. AppData, потому что это реально из приложения самого. Без ресурсов. Да, без ресурсов, по сути. И указываем Module Only и заключаем трекинговые объекты. Есть только ряды, поэтому они еще и быстро есть. Когда придем в demo, на самом деле, я пока запущу эмулятор. Здесь не решает проблема, так мы не рассчитываем на какие мощности. Нормально. Нормально. Да, наверное, тоже стих. Он даже ругается, что... Ну, ноутбук тут, честно, два ядра. 512. Два юга оперативки, два ядра по 1.7 и... И я, 512. И оно ругается, что для эмулятора это мало. В основном, с таким ноутбуком нельзя стать эмулятором с обработчиком. Ну, никак. Ну, не знаю. Может, по-другому по-другому можно. Эмулятор очень страшный. Вообще, с ноутбуком сложно быть разработчиком. Серьезно. Не, просто если есть такое понятие, как эмулятор, то это практически невозможно. Ну, может, какой-нибудь там на 8 миллионов стоит, да? Ну, да. Ну, давайте там не будем... Понятно, что SD-винты там, всё-всё-всё, но там цены... Так уж... Пока. Не думай. Ну, по-другому. Джабра и эмуляторы были такие прекрасные. Серьезно. На самом деле, эмулятор больше требуется к ресурсам. Я когда собрал компьютер, ну, компьютер просто летит. Потому что нормально работать. Но, по-своему, не так много. И эмулятор просто летает. Ну, плюс он использует ресурсы компьютера. То есть, если вы тестируете приложение на производительность, ну, вы не можете двигать эмулятором. Ну, пока он стартует, ну, какие были характеристики компьютера? Ну, ты говоришь, собрал компьютер такой, чтобы всё было летало. А, 16 килограмм в памяти там что-то... Ну, то есть, в принципе... Ну, всё, на i7... Не, на 5, на 5. Два SD-винта... Там, где всё очень дешево, 500 долларов, у вас в кармане это будет без монитора. В кармане? SSD он не 500 долларов. Да. Сейчас с этим проблем не будет. Сюда я своим друзьям всегда по дешевке собираю по 500 долларов. И там явно не такие. Ладно, ладно, мелочи. Давайте посмотрим. Может, это Alkida юзер? Чудо-чудное. Да. Можно вопрос по каверлятору? Да, конечно, давайте. Такой вопрос. Я столкнулся с задачей. Мне нужно в Zero Blood Collection показать картинку, которая лежит где-то на стороннем сервере. И мне её нужно зафишировать себе локально и показать в результате, потом при повторном выставке. Что я сделал? В Zero Blood Collection лежит, грубо говоря, просто название файлов. А конвертор уже, собственно, если её нет, он ездит на стель, берёт её лошадь и после того, когда она уже есть физически, он конвертор данный. В Zero Blood Collection не обновляется автоматически. То есть, если этой картинки нету локально, ошибок нету, но она не показывается в коллекции или в листе. Понял. Ну, на самом деле, есть вариант есть, ну, если это не бининг, соответственно. Просто у меня не были такие баги. Notify Properties Change реализуешь и при обновлении списка будет рейтить Raise Properties Change от имени свойства. Не, мне вот интересно просто. Там же конвертер, он при попытке отобразить, должен же отработать всё это дело. Ну, по идее, да, я тоже думал, что Zero Collection само по себе и одно. Название. Да, он Notify от всех изменений. Ну, да. А факта его нет. Ну, то есть, я столкнулся с вещами, когда это не работает. Очень, очень странными, на самом деле. Просто иногда такие вещи могут не работать, если есть больше уровней вложенности. То есть, он там трекает, допустим, если его изменили на первом уровне, а если у тебя, допустим, Observable Collection содержит Observable Collection. Ну, то изменения там никаким макаром... Я пишу, что в этой ситуации только тем, что я вновлял риск и заново приотачиваю... Чем же образом можно, по идее, рейтить изменения Properties, он должен перечитать всё. Посмотрите, ещё вопрос. Если у вас хранятся какие-то данные, например, текстовые и хранятся ресурсы, Вот, чтобы их использовать, нужно их копировать в изолированное хранилище после этого запускать? Либо можно прямо после этого запускать? И как лучше? Вообще, можно... То есть, если вы там ставите, по идее, контент... Ну, да, что угодно, да? Вы можете работать и с... А, на самом деле, запускается хорошо. Значит, запускается. Если одну студию выключить, много запустил. На самом деле, можете работать... Обычно, нормальный вариант, когда вы видите, что файлов у вас в хранилище нету, а если файлы есть на тестах в контенте, вы просто не копируете, потому что вы работаете с ними быстрее через хранилище. Просто у меня была проблема такая, что, когда он доступался напрямую, кажется, у меня текст с русским шрифтом проблемы были. А тут уже, как запишутся, там, смотрите, с кодировкой? Вообще, я кодировку любую использую, такая проблема была и всё. Не то, что и Рольф, оно просто по кодировке не совпадало, с интернетом я искал, там просто... Ну, метод такой был, каждый символ, изменять его код на 130 или 127 символов либо вперёд, либо назад. Каждый символ перескакивает, только в таком случае отображался русский шрифт. Причём, если его копило ввязывать Storage, тогда текст шикарно отображается. Если напрямую с ресурсов, да, то такая проблема. У меня просто 11 странички хранились с текстом, и когда вот таким образом через переменную, там, read, громстринг, кажется, загружалась, какая-то фишка получалась с русским шрифтом. Ну, у нас такого варианта не было, но я видел приложение, например, там, bdd есть. Опять же, там хранится просто html файл в приложении, а потом не копируется. Вот, если копируется, всё нормально работает. Там, как раз, через лурье оно загружается, там всё красиво показывается. А если ридстринг делать, то косячиться. Я понял, что у него была первая версия, он не копирует, он потом добавил. И оно работает. Ну, я же после этого нашёл решение, то есть это сделать такой перевод, посимбольный, где изменяют. Нет, ну это да, это да. Ну, теперь ты знаешь, что можно это всё в базу загнать, на 3D only пустить и работать, и не париться. Ну, либо файлы, то есть, на самом деле, с базой могут быть включены. Просто данные не стоят, там расчётся. Ну, да, ну там просто шлема странички, просто редактированный текст, немного его, если зачем базу использовать. Вот так. Жизнь. Даже боюсь предложить тебе стерлинг. Смотришь, что-то классное, пока не появилось обновления. Ну, а то как у нас отличие от Android? Да, я не выступаю за Android. Я просто... У меня, не... У меня ребята разрабатывают под... Они заявляют о том, что обновления приедут на все телефоны, то... Ну, правда, есть какие-то слухи по поводу Windows Phone 8, что он встанет на всё, но опять же это слухи. Да, там вообще не понятно, то ли обновятся, то ли нет там. И конкретно они чего не попадают, и меня продавляют. У меня ещё было пару смайдов, я думал, он тут больше чем-то. Вот так. Мы так перебили. Или Киеве. Да, тут даже не елец. Что-то на Горкозе. Скажи, что у вас будет символом. Вот, приставь. Что-то ещё у меня осталось. Да, оно осталось. Я боюсь уже всё. ПОЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Черт-то...